Здравствуйте, друзья! У нас в Санта-Крусс гость зовут Евгений, приехал из Орландо, Флорида, гуляет тут с супругой по Америке. И мы когда снимали с вами сюжет? Ну, где-то в марте 2017-го. То есть, грубо говоря, менее полутора лет назад. Вы тогда нашли работу и Евгений учился у нас в онлайн-классе, нашел работу и вот уже полтора года на одном месте, постоянная позиция. Вы кем были раньше? Значит, в России я был, я был авиационный инженер. Очень интересная такая ситуация получилась. И до того, как я стал авиационным инженером, я был системный инженер в банке, системный инженер. Но образование какое у вас? Образование, вообще интересное, автоматизация технологических процессов и производства. Какой-нибудь АСУТП там. АСУТП, по-русски АСУТП. Да, хорошо. Так, то есть, и до сих пор этому учат, значит? Да, да. Я вот выпускник 2003-го года. В каком городе вы живете? В 2008-го года. Город Тюмень. Тюмень. Да. Там вроде нефть рядом, нет? Ну да, такой-то нефтегазовый университет. А-а-а. Ну хорошо. А СУТП? Да. В США вы оказались как давно? А, в 2015-м году. В 2015-м. То есть, вы уже три года здесь? А-а-а. То есть, из них с разрешением на работу уже сколько? А-а-а, два с половиной, получается. Два с половиной. Хорошо. Как вы к нам попали вообще? В школу? Да. Вообще, изначально я в школе узнал от Димы Шишкина. А, ну то есть, у вас был знакомый. Да. Дима Шишкин – это один из наших первых онлайн-студентов, он же блогер. Просто погуглите, по ютубите на Дима Шишкина и вы найдете. У него, кстати, по-моему, даже про нашу школу что-то есть, я не знаю. Да, он даже, по-моему, изнутри школы снимал, с вами даже интервью он делал. Дима Шишкин и Саша. Да, да, он здесь был, и Хвостович. Да, Саша Хвостович был, да. Да-да-да, я помню. Ну так хорошо. То есть, вы как-то там в Орландо познакомились с Шишкиным. То есть, Шишкин говорит, вот, я стал тестером или он еще не был? Нет, я с ним лично не знакомился, я его подписчик. Ага. И смотря его видео, я узнал о нем, от него, о школе Михаилова. Ольга. Ну хорошо. Вы как-то почувствовали, что вас к нам привело? Вот в смысле, ну хорошо, много же всякого. Говорят, можешь тракером быть, можешь софт протестировать, можешь на медбрата там выучиться или там на бухгалтера, ведь много же таких возможностей. Да, здесь очень просто. В России я когда был авиационным инженером, то есть, я и хотел развиваться дальше по этой позиции. Да. Но переехав в Америку, у меня стал, а раз до этого у меня был предыдущий опыт в IT в банке, то у меня стал путь. Либо я продолжаю дальше развиваться в авиационном направлении, либо я ухожу в IT. И в авиационном направлении в Америке развиваться с российским образованием почти невозможно, то есть требуется FAA, лицензии и так далее. Это очень долгая процедура. Барьер высокий. Да, у меня просто путь был либо туда, либо туда. Я выбрал тот, что было проще. А в IT вы что делали? Какой-то системный администрировал? Я администрировал актив-директорию. Хорошо, это понятно. Такой вопрос. Давайте, может быть, все-таки Орландо, например, это не такой город, где со всех сторон тебя рвут за рукава и говорят «иди к нам». Хотя есть какая-то работа, но не то, чтобы не рвет начальник. Сколько вы были на рынке, пока нашли работу? 19 дней. Интервью сколько было? Живых интервью. Живых компаний? Одно интервью было в живой компании, два интервью было по телефону уже с менеджером. То есть доходил до менеджера. Но живое, вот вас там и взяли. Да, это было одно интервью, живое там же взяли. Да, я помню, вы их, значит, это шокировали, принеся им ошибки с веб-сайта. Да, да, да. Ну, хорошо. Значит, нравится вообще вот эта обстановка? Очень. Люди. Скажите пару слов. Да, на самом деле очень нравится и офис, в котором я работаю, и люди, которые вокруг меня, и условия, которые работодатель предлагает. Действительно все здорово. И, в принципе, я даже не знаю никаких негативных моментов. Потому что, например, у нас даже есть такая классная штука, что по пятнице мы не работаем. А что делаете? А ничего, просто отдыхаем, потому что так. А у вас еще отпуск 30 дней? И у меня отпуск еще 30 дней, да. А когда же работать? Вот, в том-то и вопрос. Знаете, к нам ехал парень, один по визе Джейман, Никита его звали. Молоденький, он был 23 года, из Казахстана. Он к нам ехал с сисадмином, и он говорит, а кто там у вас еще есть? А у нас тогда по work and travel были две девочки. Значит, одна из Чили, а другая из Южной Африки. Из Чили переводила на испанский наш веб-сайт, а та, что из Южной Африки, она там по маркетингу. Всякие там бумажки сочиняла. Ну и я говорю, что вот там у нас одна такая, там одна такая. Вот, и он говорит, а когда же работать-то? Здесь также, я когда услышал, что столько дней отдыхать и по пятницам, плюс еще классный бенефит, мы можем работать из дома. То есть, по вашему усмотрению? По нашему усмотрению, удаленно я могу работать из дома, могу из офиса. И самое еще интересное, мне очень нравится в этой сфере, что никто не спрашивает, что твой рабочий день с 8 до 5 или с 9 до 6. Нет, ты должен сделать просто свою работу. А когда ты ее сделаешь? Не считаю. Это твое личное время, да. Можешь хоть ночью их делать. Тогда такой вопрос. Я просто, знаете, пытаюсь в интересах людей, которые прикидывают, что им в жизни делать. Вот недавно возникла такая тема, я раньше как-то даже не мог себе представить, что такая тема может возникнуть. Но вот возникла такая тема, что человек блогер там открыл, ну два года уже в Америке, то есть совершил важное для себя открытие, что в Америке есть сити колледж. И в сити колледжи можно бесплатно. И это родило такую мысль у человека, что вот допустим я, например, жулик, потому что я пользуюсь тем, что люди живут в Америке. У меня студенты в основном лет по 5, по 7, по 10, там у меня редко новички. Они не знают про сити колледж. Если бы они знали про сити колледж, они бы никогда к нам не пришли. Ну да. То есть, понимаешь, кто пойдет в ресторан, если есть бесплатная столовая. И вот человек как бы открыл бесплатную столовую. Вы почему не пошли в сити колледж? Вот объясните, вот скажем, вот ваше видение. А сити колледж я знал сразу, когда я знал. У него еще с 2010 года наслышан. Значит, вы не логично поступили. Как получается? Нет, я больше скажу так. Я поступил, опираясь на положительные отзывы. То есть, во-первых, это русскоговорящая всегда, то есть там, где я мог очень все детально понять. Именно студентов. Студенты, которые оставляют свои отзывы какие-то и так далее. И у меня к этому появилось большее доверие, что именно здесь я получу то, что мне нужно. И завернуто все будет в такой обертке, в которой, собственно, и требуется. Давайте так. Вот уже сегодня, когда вы как бы увидели от начала до конца, тут чайку я тут наливаю. Когда вы увидели все это от начала до конца, вы понимаете, что в сити колледже там 10% вот этого нет и быть не может? Там меньше 10%. Ну, я не так. Я уважаю сити колледж, поэтому я даю им как бы кредит такой дополнительный. Я просто расскажу очень сильную разницу. Я ее знаю просто. Держите вам напиток. Спасибо. Знаете, что мы сделаем? Я сейчас к вам присоединюсь с той стороны. Отлично. Давайте. Так. Мы сейчас подвинем камеру немножко. Я так сейчас попробую ее немножко перестроить. Так. Двигаюсь на ту сторону. Так. Ох ты. А я только сейчас автор. Так это моя книжка. Ничего себе. Я только сейчас. Друзья, я тех не знал. Значит, так как-то я высоко там сижу. Ну, я вот так буду сидеть. Значит, на чем у нас? А, про сити колледж. Да. Дело в том, что сити колледж будут обучать по американской схеме. И она кардинально отличается от той схемы, которую привыкли мы и которую мы получаем в школе. Сити колледжи обучают очень строго по инструкции. И инструкция заключается в том, чтобы научить студента что-то делать, но не научить его найти работу. Абсолютно. Это не часть проблем. Да. Конечно. И в итоге студент из сити колледжа может выйти с каким-то набором знаний, но понятия не имеет, как выйти на рынок и как себя преподнести. И самое ценное, что есть, это как выйти на рынок, как себе продать. Ну, не то, что мы учим исключительно, как работаем исключительно. Нет, нет. Это просто как самое ценное. Некоторые говорят, что они реально учат только, как работают. Нет, это очень ценное. Просто именно в тот момент это очень ценное. А конкретно, кстати, из школы, я хочу сказать так, поскольку раньше у меня уже был бэкграунд в IT-сфере, то есть я примерно это знал, что, собственно, происходит. Но в школе я понял именно суть профессии, глубоко понял суть профессии, потому что до этого у меня представление о профессии было немножечко другое. Нет, все-таки мы проекты же делали, правильно? И поэтому я глубоко понял, да. Такой вопрос. Вот человек идет в онлайн-класс. И я хочу сказать, что с точки зрения, например, процента людей, я, может быть, не про всех знаю, но, в общем-то, процент людей, которые реально потом идут и находят работу, он существенно ниже, чем, например, у нас на кампусе. На кампусе это может быть там и 70, и 80 процентов легко. А тут у меня, если полгруппы резюме взяло, так я радуюсь, как до потолка прыгаю. А нет, они переписываются на продолжение курса, раз можно повторять там бесконечно. Вот они переписываются там дальше и так далее, но если половина хотя бы резюме получила. Но дело в том, что они с этим резюме многие никуда не идут. Они, ну, резюме отдают резюме, значит, надо взять. Наверное, из тех, кто пошел искать работу, я могу сказать, что, наверное, процентов 75-80 находят. Но есть люди, которые как бы почему-то нервничают. Вот, например, у нас тут паренек один, он сразу б***й, но он пошел, он говорит, три интервью прошел, и с трех интервью его не взяли. И он, значит, говорит, все, раз такое дело, значит, не мое, значит, не судьба. Да ты чего? Так же можно идти. А почему тебе? Есть люди с десяти интервью находят. Конечно, это же опыт. Ну да, но я просто, почему говорю, что такое вот в онлайн-классе происходит, когда человек смотрит, вот идти мне в онлайн-класс, не идти в онлайн-класс, что там такое, что должно быть, чтобы быть успешным в онлайн-классе? Вот вы им туда расскажите. Чтобы стать успешным в онлайн-классе, самое главное, нужно делать не только то, что дают в школе, но и заниматься самому. Это огромное-огромное вот то, что должно быть. Я, собственно, так и делаю. Я обучил все задания, что давали в школе, и я его быстро делал. Но дополнительно я также смотрел лекции, очень много на YouTube есть, бесплатных лекций по программированию, автоматизированию. Есть. На Udemy есть, там за 5 долларов можно купить. У нас автоматизации, может быть, в то время не было, я не знаю, но сейчас у нас автоматизации столько на нашем сайте. Вот я в классе пишу вечером. Там просто десятки часов автоматизации. И с Байтоном, и с Джавой. И самое главное, это вот читать дополнительно и слушать материалы. Еще одно но. У многих людей, я так лично думаю, связано это с тем, что люди, помимо того, что учатся, они еще и работают. Конечно. В основном. И, как правило, люди еще даже, ну, может быть, не все, но я думаю, может быть, половина из них работает еще и на двух работах. Лично я знаю из нашей же группы, в которой я учился. Был человек, который работал на двух работах еще и учился. Он не нашел работу. И почему не нашел? Он искал? Он искал. И почему не нашел? Я с ним разговаривал, он мне звонил в скайпе. Я уже не помню, как его зовут даже. Я ему говорю, а ты как ищешь-то? Он говорит, ну, я кинул свое резюме на крейк-лист. То есть, он не искал работу? Я говорю, а когда? Он говорит, ну, так два месяца назад. Я говорю, а ты его обновлял? Нет. Не, ну, подождите. Это человек, который абсолютно уверен, что он ищет работу, а на самом деле он ее не ищет. Это, нет, значит, когда я говорю искать работу, я имею в виду, что вот он по нашему пути идет. Он же все-таки учится, его же учат этому. Я у него задал вопрос. Ну. Я ему спросил, говорю, собственно, говорю, а что ты ее не ищешь-то? Да. Как бы как надо. Он говорит, да как должен делать те же работы? Вы знаете, есть анекдот такой, я вам расскажу. Значит, старый советский анекдот, к политике отношения не имеет. Кот молодой, значит, там заселился, там где-то на крышу, ну, молодой, совсем молодой, там, и ему говорят, там, значит, коты другие говорят, пошли, говорит, там, значит, это самое, ну, как сказать, в общем, пофлиртуем. Ну, они пошли на крышу, значит, там где-то они там встречали кошек, где-то разбежались по углам, ну, и вот он тут, а он ходит по крыше, не знает, что делать, и он ходит, ну, ходит, ходит, и говорит, ну, я еще там полчаса пофлиртую, пойду. Понимаешь, то есть он без кошки пытался это делать, поэтому здесь то же самое происходит, то есть ты можешь, конечно, например, там, зарыться, там, и всем друзьям написать, что я ищу работу, например. Кто там такси водит, кто там пиццу. Да, так и происходит. И он говорит, ну, я же искал, я же действительно искал. Если бы он, работая на двух работах, мало чего зная, просто бы делал, вот есть видео, да, как работу искать, если бы он просто шел по этому видео, он повесил бы резюме, как положено, значит, апдейт бы делал каждый день, ему бы звонили, там, может быть, не 100 человек в день, но, может быть, 5, и он бы за неделю там его резюме оказалось бы там в 3-4-5 местах, они бы начали ему звонить. Он бы невольно, сам по себе процесс вот этот, вот, выводит тебя в состояние, ну, ты не можешь 5 раз один вопрос получить и уже продолжать на него не отвечать. Конечно, конечно. Правда же? Вот, и он бы нашел работу. Меня знаете, что поражает? За последний, наверное, месяц несколько человек, вот из онлайн-классов, вот последних, нашли работу на сеньорские позиции. Ничего себе. Ну, дефицит же людей страшный, понимаете? И вот, значит, сеньорские позиции, и там один мне говорит, Михаил говорит, а как же я работать-то буду? Вот они мне сейчас что-нибудь скажут, что-то сделать. Ну, то есть, ему офер дали, он отказаться не может, но он волнуется. Он говорит, а что же я делать буду? Я говорю, а ты звони Жанне, там, в скайп этот преподаватель, Жанна, последние 20 лет была директором КВИ, пока к нам пришла. Вот, я говорю, а она знаешь, как это все вопросы, так она структурирует. Действительно, там один звонок, два звонка, и он говорит, и уже синер. Но, на самом деле, они же, когда человека берут, они же тоже ответственность имеют. То есть, они понимают, что они взяли человека, и они доверяют ему в этом качестве. То есть, они со своей стороны, они не идиоты. Не то, что ты написал, и все идиоты тебя раз и взяли. Кстати, вот, момент по рекрутерам. Ох, как пахнет, ох, как пахнет. Да, пахнет. Из Барселоны, друзья, из Барселоны, из Мородиновой. И давайте ее, а то потом за руль. Точно. Хорошо, я вот чувствую. Мыслимно с вами. Отлично. Очень сладкое. Чем-то напоминает айсвайн. Мы с супругой пили канадский. Но это более сладкое. Это ликерчик. Она более крепкая, но такая же сладкая штука. Ну да, айсвайн. Святое. К рекрутерам хочу рассказать. Вот, например, я тоже работал на двух работах. Одновременно учился в онлайн-классе. И после окончания учебы я продолжал ходить на эту среду. Работа у меня была дневная смена, у меня была ночная смена. И я приходил, я в 2 часа ночи, в полтора ночи я садился. Я делал апдейт своего резюме на всех сайтах. На всех, которые вы дали. Плюс я еще сам парочку там нашел. Ну, я даю обычно 4, там еще парочку. У меня там штук 6 было, 7. Делал апдейт. Это где-то занимало еще часа 2-3. Почему? Потому что я помимо того, что я обновлял свой резюме, я каждый вечер на всех сайтах просматривал новые позиции. И я везде рассылал. Вы не просто апдейт. Вы и так по-серьезному рассылали. Я везде рассылал. И даже там, где никого не надо было, я просто заходил на сайт, и я видел, что сайт немножечко кривоватый, я просто писал им на обратную связь, говорю, а вам надо человека. Я бы мог вам улучшить. Кто-нибудь отозвался? Я даже не знаю. Я скажу, почему не знаю. Дело в том, что благодаря... Вот и до 4-5 утра этим занимался. А на работу когда с утра? Вот. Я просыпался в 7.30 утра на работу, и в 8 уже шел на работу. То есть вы спали 2-3 часа? 2,5. Не, ну так нельзя. Ну, это было всего 3 недели. Это можно здоровье потерять. Почему, значит... Почему я не знаю, звонили ли мне оттуда или нет. Дело в том, что я получал огромное количество звонков, и самый большой рекорд я получил 52 звонка за день. Ну, не то, что они там звонят, говорят, не пиши нам больше... Нет, они все предлагают работу. Они все... Это были рекрутеры, все предлагают работу, и было... В Орландо? В Орландо. Вот, ё-моё. Они предлагали... Не то, что с вами Орландо, а вокруг Орландо предлагали. Давайте я вас спрашиваю вот что. Вот Орландо, это ваше первое было место, где вы поселились в Америке? Нет, первое место было Чикаго, но это было... 9 лет, 8 лет назад, я был по work and travel. А, нет, это не все. То есть вы эмигрировали, приехали жить в Чикаго, в Орландо? В Ахлорио, в Орландо, да. Вот Орландо, как место, как бы, для первого такого попадания в страну, потому что, я понимаю, что есть Майами, где очень много туристического бизнеса, и там вот, как бы, на расклад круглый год. А вот Орландо. Нормальное место, хорошее? Вам прям... Как честно сказать? Ребята же смотрят, это может повлиять на их жизнь. Да, мы с супругой об этом вопросе тоже, друг друга спрашивали, а была бы возможность еще раз выбрать миграционный путь, пройти через Орландо, пошли бы мы через него. И? И наш ответ супруга был нет. Чего? В Орландо очень сложно с, так скажем, с низкой работой. Туда сложно попасть, очень маленькие деньги, и оттуда очень легко вылететь. И очень большая конкуренция? И конкуренция среди испаноговорящего населения огромная. А вот у них, у работодателей есть желание взять того, кто еще по-испански тоже говорит? В основном преимущество дают тем, кто говорит по-испански. Потому что клиентура и двуязыче. Да, двуязыче требует... Даже больше не с той английской, сколько требует испанский язык. Это даже больше требует. Это мы сейчас говорим о сфере не IT, а более простой работы. А в IT, кстати, есть испаноязычные? Да, у нас на работе есть испаноязычные люди из Кубы. Но как бы это редкость или это, в общем, они есть? Да нет, это не редкость. У нас в офисе, наверное, человек может быть 50. Хорошие ребята. Отличные. А из Индии есть? Много. Много, хорошо. А еще откуда много вот наши соотечественники есть? Нас всего двое, так скажем, славянского нации, всего двое. Да, понял. А компаний у нас несколько тысяч человек. И все там? Да. Мама. То есть они не все инженеры? Нет, не все. У нас компания полностью сделала... Она раньше находилась здесь, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Так. И они лет 5 или 6 назад полностью переехали во Флориду. Угу. Связано с тем, что во Флориде все дешевле. Ну, конечно. Связано с тем, что в Лос-Анджелесе люди нужны, слушайте. И там можно меньше платить зарплату. Экономить можно. А там к кому платить? Вот же вопрос. Благодаря этому они открывают удаленные позиции. Понял. Теперь, вот с точки зрения жизни в Орландо. Там, если брать какой-нибудь район, там, город или пригород, где там люди живут, ну, такой адекватный, не сильно богатый, но и не так, чтобы трущобы какие-то. У тебя там есть трущобы? Да. Есть. Конечно. Не трущобы. Вот какое-то такое место. Так, чтобы дети ходили в школу, где не только испаноязычно, а еще другие как-то есть. С рейтингом 7 и выше. Ну, например. Сколько стоит, скажем, квартиры, там, 1-бедром? 930 долларов. А 2-бедром? 1200. 1200. Это у нас 3,5 такая стоит. Ну, если не больше. Да. Причем, у нас 3,5 стоит поганенькая. Такая же. Такая же. Да. Есть, нужно очень, очень четко понимать, есть калифорнийский размер, а есть флоридский размер. Во площади. И флоридский размер намного больше. То есть, если во Флориде вы берете 1-бедром, это меньше, чем 850 сферфитов, а вас тут даже не найдете. Ну, я скажу так, 1-бедром здесь, 850 это неплохо, но, конечно, он может быть, допустим, 650, но он не будет 450. То есть, он меньше 650, я даже не знаю, это надо умудриться. Современные, у нас сейчас в Арнаде... это не будет современное, это будет, скажем, 40-50 лет этому зданию, оно где-то может быть подваниванное, и не в таком состоянии, чтобы там что-то такое. Если оно в приличном состоянии, то 2-бедром, скажем, новый корпус, новый дом, со всеми пребабахами, там бассейн, все дела, там это все, а это 2-бедром 4,5. Ой-ой-ой-ой. Нет, у нас, если брать, вот я хочу, что я хотел сказать, новая постройка, то есть, новое здание, 2-бедром, ну, возьмем 1200 скверфитов, 1250 скверфитов, 1600, я думаю, 1550, 1600. Видите, как, а у нас втрое больше, а зарплата у нас, может быть, и больше, но чуть-чуть, но я не знаю. Двое, наверное. Если говорить о нашей работе. Вы знаете что, вот если смотреть на то, сколько вы получаете, то у нас бы вы с таким опытом получали бы, ну, может быть, на 20% больше. О, даже так. Ну, то есть, с точки зрения того, что вы можете иметь на, как бы, на свою зарплату, то, что можете купить, у вас вдвое, втрое, то есть, вот, знаете. Да, еще одно но, у нас во Флории нету налога на зарплату. Штаты? Да. Это значит, что у вас должен быть высокий налог на недвижимость. Не покупал. Ну, 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 правда, когда вы, когда начнете дом, покупать или что-то, деньги должны откуда-то взяться. конечно, да. Поэтому, если их не взяли отсюда, их возьмут оттуда. Не покупал. Это как бы понятно. Не покупал. Да. Это понятно. Ну, что же, хорошо. То есть, мы поняли, все-таки, значит, вы сказали, что человек, который хочет быть успешным в онлайн-классе, должен быть, как бы, делать больше, чем, допустим, тот минимум, который с него требуется. Больше, много. Теперь, с точки зрения, как сказать, черт характера, может быть. Черт характера. Нужно быть просто очень союзстемленным, и хорошее качество, оно, оно в жизни даже пригождается, но быть немножечко нагловатым. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Почему говорю нагловатым, в плане не стесняться взять и перезвонить тому же рекрутеру, сказать, «Эй, а ты про меня не забыл? Ты вчера мне звонил». И я так делал, и, кстати, с моим трудоустройством это помогло. Меня, что больше беспокоит, поскольку я с той стороны, и я-то хочу, чтобы они как можно больше у меня взяли, потому что чем больше они взяли, тем они ближе к успеху, и я как бы, я переживаю, что они с меня не берут, хотя могли. И вот, я в моих словах, в моих терминах, как бы из моего окошка, я могу сказать, что вот отклонение там на 10% от того достаточно детального пути, который мы даем, чревато тем, что он 90% возможностей просто не получит. Согласен. Я это понимаю хорошо, что я не с луны свалился, но взрослые ребята, у всех какой-то жизненный опыт, там семьи, дети, у вас есть детки? Нет. У них еще нету деток, у них еще нету деток, понимаешь? Так они временные, да? Так вот, я к чему говорю, а у них дети, ответственность там туда, все дела, и они привыкли сами принимать решения. Им что-то говорят, они говорят, ну да, но, и дальше начинается, какой-то Вася что-то сказал, какой-то Петя что-то сказал, какое-то чего-то где-то он услышал, на каком-то форуме, на каком-то чего-то, там, на днях человек какой-то с каналом, с YouTube, он мне где-то в Facebook, говорит, Михаил, очень извините, я так переживаю, но вот я хотел вам, может быть вы не знаете, присылает какой-то, не поймешь, какая-то соц. сеть, какая-то тема, какие-то там три человека разговаривают, то есть не то, что там 500, какие-то три человека о чем-то разговаривают, и один говорит, а вот скажите там, что говорят про портнов via computer school, устраиваются ли после портнов via computer school люди на работу, и там один человек спросил, один человек ответил, больше там ничего нет, и он ему говорит, устраиваются, говорит, в Uber, и он мне, значит, вот это вот показы, как Михаил, я не хотел вас расстраивать, ну что, просто, может быть, вы хотите знать, там, что говорят. Я хочу сказать, мало того, что он, его сознание цепляет это, он начинает переживать, он начинает присваивать это, он начинает куда-то дальше это нести, и так далее, его мозг уже нельзя. Ты взял, ты, допустим, взялся что-то делать, ты делаешь, как бы сказать, вот ты видишь вот там что-то, да, и ты хочешь к нему прийти, и вот ты идешь туда, или ты видишь, куда идешь, и тогда тебе не важно, как ты идешь, ты просто идешь. А дорога, она, знаете, так устроена, что там всегда какой-то где-то дерьма куча, где-то лужа, где-то там, я не знаю, канаву какую-то вырвали, и тогда, ну ты идешь. И вот когда ты идешь, ты приходишь, когда ты смотришь и говоришь, цели-то нет, а здесь только дорога, ты говоришь, боже, а куда мы идем, а зачем мы идем, тут же дерьмо, тут же дерьмо, тут канава, там траншея, кто этот человек, который нам говорит, куда идти, зачем это нужно? Чем выше цель, к которой ты идешь, тем больше ты придешь к ней весь в дерьме. Почистишься, станешь чистеньким, галстук оденешь и пойдешь на работу. Ну и там какой цели еще? Нету такого, чтобы цель высокая, и пришел белый, пушистый, не измазался, стресса не было, там здоровье не потерял, ну я не повторяю. Стресс был. Вот, да, и друзья от тебя не отказались, которые в дерьме тебя любили, а они в дерьме уже нет, и там еще что-то, еще что-то, еще что-то, и родину ты предал тебе, все сказали, в фейсбуке половина отписалась. Друзья, такая хренатень, дай им Бог здоровья. Как у нас София говорит, ну вы не сталкиваетесь, у нас София на кампусе, она всех на практику устраивает, она говорит, чтобы он был здоров. Вот, так чтобы они все были здоровы. А у вас своя дорога, и вы к ней идете, и сколько там дерьма будет. Вы говорите, дерьмо, так дерьмо наступил, очистился. Конечно. Сколько народу никуда не пошли, просто потому, что боялись наступить в дерьмо. В итоге они к нему живут. Так боялись наступить, знаете. Я вам еще один этап скажу, раз мы на такую тему интеллигентную. Значит, шел интеллигент, знаете, такой интеллигент. Шел в полумраке, как-то так темнело, смеркалось. И вот он идет, и вдруг что-то видит, под ногами что-то. И он взял, клопнул, понюхал, пожевал, выплюнул. Говорит, надо же, дерьмо. А ведь мог наступить. Понимаете, поэтому, ну это выбор, к сожалению, человека нельзя втиснуть в какие-то рамки. То есть можно открыть дверь, нельзя заставить войти. Есть же американская пословица, ты можешь привезти лошадь на водопой, но ты не можешь заставить ее пить. И вот лошадь, она говорит, отведите меня на водопой, она дает тебе деньги. И ты ведешь ее на этот водопой. Но она уже в процессе не делает квизы. Вот у меня квизы делает там половину, сначала половина студентов, потом треть, потом еще что-то. Квизы, она как-то сопротивляется. Потом она приходит там к этому водопою, поворачивается назад и начинает бить копытом там и так далее. Ну, конечно, но я, я спрашиваю, добрый человек, ты зачем приходил? Знаете анекдот такой? Да, нет. Они тут там были? Нет. Ааа. Нет. Ну, значит, старый анекдот такой, что зэк сбежал из лагеря где-то там, не знаю, на Колыме. Ну и там шел, 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 шел по тундре. И там куда-то приходит и там чум стоит. И там чум в чуме чукча. Ну, он пришел, чукчу, побил, жену изнасиловал, еду взял, там собрал в мешок и уходит. И чумча выползает, это там побитый, и говорит, добрый человек, ты зачем приходил? Вот. И я, такая грустная картина, и я вот такой побитый, я выползаю, и я говорю, добрый человек, ты зачем? Вот. Ну, хочется, понимаете, что-то, ик, да. Ну, ладно, что же, давайте мы отпустим нашего зрителя. И знаете только что, если у кого вопросы будут, пусть тогда пишут в комментариях, а вы там не сочтите за труд там что-нибудь. Да, конечно. Ладно. А вы когда увидите, как он отвечает, будете знать его канал, в смысле, его адрес, можете ему напрямую что-то написать. Все скрываете. Да. Ну, что же, хорошо, то есть вы у нас как бы второй раз тут. А мы первый раз в скайпе писали, да? В скайпе. Мы по видео с вами в скайпе. А как называется это, чтобы ребята могли посмотреть? Да и себе помню. Ну, да. Я мог бы и ссылочку дать, просто я тоже не знаю теперь, как найти. Значит, было это, значит, когда в апреле, вы сказали? Где-то в апреле. 16-го года. Ладно, я поищу. А может даже чуть раньше, может конец марта. Я поищу, и если найдется, я ссылочку дам под это видео. Все, давайте мы помашем так ручкой и скажем. Счастливо. Всем пока.